Всем привет! Меня зовут Илья и в сегодняшнем видео я буду рассказывать про аккорды. Точнее, это аккорды часть вторая. Давно, еще до Нового года, я снимал на эту тему видео, где показывал, как строить аккорды на бас-гитаре. Это были основные аккорды, которые чаще всего встречаются. Сегодня же я продолжаю и расскажу вам о том, какие аккорды строятся на каждой ступени тональности. Мы построим каждой ступени соответствующий аккорд по всему грифу. Также я расскажу про функции аккордов, какие они выполняют и покажу те аккорды, которые я не показал до этого. Ни для кого не секрет, что по законам математики, физики и этой вселенной, на каждой ступени мажорной гаммы мы можем построить еще одну полноценную гамму. Если там существует полноценная гамма, значит мы можем, соответственно, построить и аккорд. И этот аккорд может быть либо минорный, либо мажорный и выполнять свою определенную функцию в гармонии. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Я буду показывать аппликатуры всех аккордов в тональности от соль до соль, от до до до. Начнем с простых трезвучий. Буду показывать сначала четвертую струну в тональности соль мажор, потому что удобнее показывать. Соль мажорных гамм у нас существует. Соответственно, мы сейчас построим от каждой ступени соль мажорной тональности свой аккорд и разберемся. Мы увидели здесь все аккорды, которые есть в тональности. Соответственно, мы можем дальше чередовать эти цифры 1-3, 1-4, 5-4-1, 6-1-7-8, как хотите. И у вас получатся звучащие аккордовые последователи. Вы можете сочинять музыку спокойно думая аккордами. И наверняка вы найдете какие-то связи к аккордам, которые вам будут нравиться. То же самое я покажу от третьей струны аппликатуры, от третьей струны этих же аккордов. Начнем с до мажора. Соответственно, до до мажор будет первая трезвучия. Минорные аккорды, минорные трезвучия. А третьей струны играть внизу грифа, где широкие лады, достаточно тяжело. Получается, что у нас мы тянем руку и реально новичок навряд ли сыграет. Даже с моей растяжкой, хотя у меня неплохая растяжка, сыграть сложно. Поэтому есть второй вариант аппликатуры, вот такой вот. Два аккорда, вот у нас ре минор и ми минор. Что здесь меняется? Мы играем пятую ступень, вместо еще раз первой на окта выше. Если здесь мы играем первую на окта выше, то здесь мы играем пятую. Пятая вот она. Такие трезвучия используются в популярной рок-музыке. И все, что близко к этому. Альтернатива, металл и прочие популярные жанры. Если же вы играете или хотите работать в вокало-джазовом или джазовом стиле, то здесь будут септ-аккорды. Дальше покажу, как играть септ-аккорды. То же самое, от четвертой, от третьей струны. Септ-аккорды все. Полный набор аккордов в тональности, только уже септ-аккордами. Аппликатура будет немножко изменена, потому что здесь важно добавить седьмую ступень, чтобы подчеркнуть вот эту вот септимовость, джазовость и вот эту седьмую ступень. Иначе не будет септ-аккорда. Начнем также. Соль-мажор. Первый аккорд соль-мэйф-семь у нас. Звучит вот так. Второй аккорд. Ля-минор-семь. Третий аккорд. С-минор-семь. Четвертый аккорд. До-мэйф-семь. Пятый аккорд. Рэ-семь. Или доминанс-эпт-аккорд. Апликатура выглядит так. Потом ми-минор-семь. Дальше у нас интересный аккорд полуменьшенный. Я сегодня о нем расскажу. С пониженной пятой ступенью. Минорный аккорд с пониженной пятой ступенью. И опять в доме-эйф-семь. То же самое от третьей струны. Значит, начиная. Также в до показываем мажоре, потому что проще, удобнее показать. До-мажор. До-мэйф-семь. Рэ-минор-семь. Ми-минор-семь. Фа-мэйф-семь. Соль-семь. Семь доминанс-эпт-аккорд. До-минор. Полуменьшенный аккорд си. И опять до. До-мэйф. Но вы меня спросите, как же быть с минорными тональностями? Я показал мажор, но минор не показал. Смысла нету, потому что в каждой мажорной тональности есть свой равнозначный минор. Называется параллельный минор. В нем такое же количество знаков, такие же ноты абсолютно. Соответственно, аккорды будут такими же. Просто меняются названия ступеней. Параллельный минор находится на шестой ступени натурального мажора. Соответственно, до-мажор. Шестая ступень у нас на то-ля. Будет здесь минор. Для минор. Соответственно, у нас шесть превращается в один. Два, соответственно, превращается в семь. И аккорды те же. Также выстраиваем эту последовательность аккорда. Очень часто удобнее сыграть два всего звука, чем больше. То есть сыграть дабл-стопы. И басисты зачастую используют такой интервал, как децима. Это третья ступень на октаву выше. Например, если мы построим соль-мажорное трезвучие от четвертой струны. И уберем вот этот палец. Получится децима. Это третья ступень. Мажорная вот она у нас. Нота си. На октаву выше. Децима. Часто басисты играют именно ими. Убирают лишний вот этот звук. И остается только децима. Иногда так сыграть проще. Поэтому можно убрать вот этот один звук. Аккорд будет все равно звучать хорошо. Но, например, если у вас партия, где много нот, вам неудобно использовать три пальца. А нужно быстро сделать вот это псевдоаккордовое звучание. Объемное. То можно играть просто децима. Пару слов о полуменьшенном аккорде. Что нужно знать? Во-первых, это минорный аккорд. В нем малая терция. Значит, он звучит грустно. Это минорный аккорд. Обязательно. И плюс в нем пониженная пятая ступень. Обозначается бемоль пять. Например, в тональности до мажор это у нас си минор семь бемоль пять будет. Обязательно подчеркиваем эту пониженную пятую, пониженную квинту на полтона. И получится характерное звучание для полуменьшенного аккорда. Но семерку мы не трогаем. Если это псевдоаккорд, семерка остается малой, минорный тоже. Еще один тип аккорда, о котором я сегодня побуду повествовать, это уменьшенный аккорд. Чем он отличается от полуменьшенного, как его играть на бас-гитаре и где он вообще встречается. Дело в том, что он встречается редко, потому что, во-первых, его нет в диатонической системе аккордов. Только что мы сыграли и нет тут уменьшенного аккорда. Полуменьшенный есть, окей. Но уменьшенного нет. Он не встречается. Но частенько этот аккорд можно видеть в фьюжн и джазовой музыке. Как же он получается? В отличие от полуменьшенного, уменьшенный уменьшает не только пятую ступень на полтона, но еще и седьмую ступень. Получается, если у нас, например, полуменьшенный звучит так, на третьей струне, то уменьшенный еще на полтона уменьшает седьмую ступень. И получается вот такое звучание. Мрачное фьюжновое звучание. Во фьюжене встречается, бывает, что встречается во фьюжн музыке. Как же он получается? Почему он вообще существует? И с чем это вообще используют? Дело в том, что в джазовой музыке и вообще в любой на пятой ступени тональности у нас находится доминантовый аккорд. Семерка. Доминантовый аккорд. Например, в тональности соль мажор это будет ре семь. Вот он. Это доминантовый аккорд. Он тяготеет в тонику. Он создает напряжение и разрешается в тонику. И если мы играем в минорный тон, если написать соль минор, у нас на пятой ступени по законам природы, по законам диатонических ладов и гамм, будет минорный аккорд. Вот такой вот. Но частенько джазмены играют вместо этого минорного аккорда, септаккорда М7, который по математике, по законам математики здесь существует, по законам нот. Они частенько играют вместо этого минора доминант септаккорд, как в мажоре. Для чего это делается? Для того, чтобы увеличить тяготение в тонику, подчеркнуть доминантовость аккорда и создать большее напряжение. Но, когда это происходит, когда эти умные люди играют вместо М7 по законам природы доминант септаккорд, которого вроде бы тут и нет даже, у нас получается минор, первая ступень, превращается в гармонический минор с повышенной седьмой ступенью. В этот самый момент минор превращается в гармонический, натуральный в гармонический. Соответственно, у нас появляется на седьмой ступени гармонического минора уменьшенная гамма. Уменьшенная гамма представляет из себя чередование тон-полтон, 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 тон-полтон. И получается такая своеобразная гамма. Вот такая вот вещь. Звучит она очень непопсово. И в поп-музыке практически не используется. Это, пожалуй, такая фьюжн-гамма, я бы сказал. А четвертая струнная аппликатура будет выглядеть вот так. Мы берем пятую пониженную на актау выше, потому что внизу она не так хорошо звучит. И седьмая здесь, соответственно, на второй струне будет вот такой аккорд. Давайте попробуем, поэкспериментируем. Вот я сказал, а я за слова отвечаю. На седьмой ступени гармонического минора, то есть повышенная седьмая будет на полтона, строится вот этот вот уменьшенный аккорд. Строим минор-семь, первая ступень, соль минор. Минор-семь уменьшенный, уменьшенный, первая ступень. Уменьшенный, минор. Отлично звучит. Аккорд разрешается. Уменьшенный, в первую ступень минорную. Можно заменить на септаккорд. Доминар-семь аккорд. Уменьшенный, первая ступень. Доминар-семь аккорд, первая ступень. Уменьшенный, первая ступень. Доминар-семь аккорд, первая ступень. Звучит отлично, разрешается первая ступень. Что касается функций аккорда. Все аккорды в мире, они могут выполнять одну из трех функций. Первое. Тоническое – это устойчивый аккорд, это разрешение в него. Все ноты, все аккорды тяготеют в эти тонические аккорды. Они находятся на первой ступени, соответственно, тонический аккорд первой ступени. Тонализ до мажора для удобства. До мач 7 – тонический аккорд. На третьей ступени – ми минор. И на шестой ступени – ля минор. Я играю с абтаккорда. Это тонические аккорды. Первая, третья, шестая. Вторая функция – это доминантовая функция. Доминанта – это напряжение, это неустойчивые аккорды. Они стремятся разрешиться куда-либо. Эти аккорды расположены на пятой и на седьмой ступени. Соответственно, в до мажоре на пятой ступени у нас соль 7. Соль, доминант – это аккорд. И на седьмой – си, полуменьшенный. Можно сыграть вот здесь. Можно попробовать вот здесь. Но здесь он не очень звучит. Можно вот здесь играть. Хорошо разрешается в первой. Третья функция, которую могут выполнять аккорды – это субдоминанты функции. Это что-то среднее, что-то промежуточное между доминантой и тоникой. Или еще называют доминанты к доминанте. Например, если в тональности до мажор у нас вторая ступень субдоминанта ре минор. Соответственно, ре минор будет как пятая ступень к соль. То есть пятая ступень к пятой, которая пятая к до. Понятно. Сложно, но можно понять. Эти три группы и аккорды, которые входят в эти три группы, они сами между собой похожи в рамках одной группы. Они отличаются малым количеством, на самом деле, нот. И могут легко заменяться друг на друга. Где-то. Например, есть такое понятие, как тоническая замена. Когда мы аккорд первой ступени заменяем на аккорд третий. Это аккорды одной группы, тонические. Соответственно, если вы их замените в гармонии, то ничего страшного не произойдет. Ваша мелодия не потеряется и будет все хорошо звучать. Это даже есть такой термин тоническая замена. То же самое седьмую на пятую тоже можно, в общем-то, менять. Потому что седьмая также хорошо разрешается в первую, как и пятая. И у этих аккордов много общего. На этом сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии пишите, занимайтесь, осваивайте аккорды. Чтобы даже гитаристам было завидно ваш крутой скилл игры на бас-гитаре аккордами. С вами был Илья. Всем доброты. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok